В прошедшем году именно социальная защита населения смогла оказать реальную помощь нуждающимся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она всегда была и остается важной частью государственной политики по созданию для населения комфортной жизни. И как бы трудно не приходилось человеку, он уверен, что ему наверняка помогут проявить настоящую заботу. Об основных показателях отрасли и итогах работы в 2020 году смотрите в нашем следующем репортаже. Социальная работа отличается надежностью, вниманием каждому человеку, профессионализмом. Также важны личные и душевные качества. Все это вместе взятое определяет авторитетность и эффективность службы. На коллегию социальной сферы были приглашены главы поселений, представители районной администрации, всех заинтересованных организаций, связанных с этой важной и нужной работой. Открыл мероприятие глава Славянского района Роман Синеговский, который отметил большое значение социальной работы для жителей. В самом деле более 25 тысяч славянцев в минувшем году получили от государства различную поддержку. Всего свыше миллиарда рублей. Хотелось бы понять, какие сегодня меры социальной поддержки существуют, где нам удалось помочь, где люди, может быть, не до конца довольны и хотят чего-то большего. Но мы понимаем, что мы с вами работаем в рамках законодательства, определенных документов и регламентов, поэтому мы обязаны их, конечно же, соблюдать. Сегодня в ходе нашей работы мы рассмотрим итоги деятельности по вашему направлению. Также Роман Синеговский сказал, что ежегодно оказывается помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работает программа «Дети Кубани». По ней получено для детей-сирот за три года 82 квартиры. В 2020 году на социальные выплаты направлено более 957 миллионов рублей, в том числе и средств краевого бюджета – 423 миллиона рублей, с федеральной 534. Одной из мер социальной поддержки является адресная поддержка малообеспеченных граждан, имеющих доходы ниже причины прожиточного уровня, путем оказания государственной социальной помощи. В прошлом году помощь оказана 2777 семьям Славянского района на сумму 22,8 миллиона рублей. Средний размер помощи составил 2500 рублей в месяц. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции правительством Российской Федерации, главой администрации и губернатором Краснодарского края были установлены дополнительные меры соцподдержки граждан. В апреле 2020 года малоимущим семьям и одинокопроживающим гражданам произведена выплата единовременной материальной помощи и средств краевого бюджета в размере 5000 рублей. Размер выплаты многодетным семьям составил 10 тысяч рублей. Их получили 2911 семей района на сумму 18 миллионов 215 тысяч рублей. В докладе начальника управления социальной защиты населения были приведены факты и цифры, оказанные помощи славянцам на протяжении всего 2020 года. 3494 семьи получили субсидии на оплату коммунальных услуг на общую сумму свыше 64 миллионов рублей. В прошлом году мерами социальной поддержки в виде детских пособий, пособий при рождении ребенка, выплат по уходу за детьми, а также выплат многодетным семьям воспользовались свыше 13 тысяч семей. В период действия ограничительных мероприятий многодетные семьи получили дополнительную единовременную помощь в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Правом на региональный материнский семейный капитал в 2020 году воспользовались 126 многодетных семей на сумму 12 миллионов 100 тысяч рублей. Социальное обслуживание граждан старшего поколения инвалидов в нашем районе осуществляют Славянский комплексный центр социального обслуживания населения и Славянский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Количество подопечных, находящихся на надомном обслуживании учреждениях, в 2020 году 2777 человек, в 2019-м 2433. Всего центром обслужено 6089 человек, предоставлено свыше 1 миллиона 539 тысяч различного вида социальных услуг. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество оказываемых услуг выросло на 3,6%. Предоставление разовых соцуслуг гражданам пожилого возраста и инвалидам осуществлялось и на платной основе отделениями срочного социального обслуживания. Ими выполнено 17 тысяч услуг 4816 жителям нашего района. Отделение осуществляло неотложную социальную помощь разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках реализации национального проекта «Старшее поколение» в целях увеличения продолжительности здоровой жизни была создана служба мобильной бригады и приобретен специализированный автотранспорт для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения медосмотров и диагностики. Во время карантинных мероприятий специалистами отделения помощи семье и детям совместно с волонтерами Управления по делам молодежи организована доставка продуктовых наборов в семьи с детьми, нуждающимися в поддержке семьям, воспитывающим детей инвалидов, состоящим на профилактических учетах. Всего более 600 семей. Особенно хочется отметить, что минувший год показал, что жители нашего района готовы в любой момент прийти на помощь своим согражданам. Так частными пекарнями стала оказываться помощь 10 малоимущим многодетным семьям в виде хлебобулочных изделий несколько раз в месяц. Перечислять все это, что сделано за год в плане социальной поддержки, можно еще много. Главное знать, что эта напряженная работа не прекращается ни на один день. Специалисты Управления по вопросам семьи и детства постоянно контролируют условия проживания детей-сирот. Как сказала начальник управления, главное в работе успеть вовремя предотвратить, спасти и при этом не навредить. Наибольшее количество замещающих семей проживает в Анастасийском, Петровском, Хоржевском, Славянском поселениях. Безусловно, государство заботится о детях-сиротах, оказывая семьям меры государственной поддержки. В прошлом году в Славянском районе из города были выдвинули денежные средства на ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот более 60 миллионов рублей. В органной опеке осуществляют контроль за проживанием детей в замещающих семьях. Проведено в прошлом году более 500 проверок, 2000 консультаций, направлено более 1000 уведомлений. Каждый приемный родитель, опекун, проходит специальную подготовку по педагогическому, психологическому и медицинскому направлениям. Действует школа приемных родителей, и в 2020 году прошло подготовку 24 человека, хотя заявлялись в рецепт. 70% замещающих семей находится на психологическом сопровождении, проводятся тренинги, семинары, консультации. Сократить количество социальных сирот – серьезная задача структуры, ведь каждый ребенок имеет право воспитываться в семье. Государство заботится о детях-сиротах, оказывая семьям меры господдержки. Свой весомый вклад в ослабление социальной напряженности вносит и Центр занятости населения Славянского района. В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы сюда обратились 7083 человека, что без малого в два раза больше, чем в 2019 году. Из-за введения на втором квартале на территории края режима на повышенной готовности, в связи с чем у граждан отсутствовала возможность трудослужиться, в том числе на время и сезонные работы. За 12 месяцев 2020 года чисто граждан, признанных в установленном порядке безработания, составило 3861 человек, что на 3029 граждан больше, чем за аналогичный период 2019 года. Центр занятости содействовал трудоустройству обратившихся славянцев. При отсутствии подходящих вариантов работы предлагались государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, организации оплачиваемых общественных работ, содействию самозанятости, профессиональному обучению. Особое внимание из года в год уделялось трудоустройству несовершеннолетних граждан. За прошедший 2020 год временно трудоустроено 507 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В нынешнем году Управление социальной защиты населения и государственные учреждения продолжат работу по предоставлению мер социальной поддержки льготной категории граждан, оказанию государственной социальной помощи, социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с применением новых инновационных форм. Все это позволит жителям муниципалитета чувствовать себя более уверенно и рассчитывать на помощь государства в любой ситуации. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.